2 июня 2024 года состоялось мероприятие, можно сказать, такое итоговое мероприятие, экзамен для всей культуры Брестской области в рамках фестиваля «Беларусь. Моя песня», на который было представлено порядка 1200 артистов, более 50 коллективов приняли участие. Ну, то, что это самые лучшие коллективы Брестской области, ну, это бесспорно, те, кто присутствовал на площадке, видели то количество людей, которое было задействовано, ну, помимо артистов в данном мероприятии еще и участвовали как и режиссеры, так и работники музейной сферы, так и работники библиотечной сферы. Здесь была задействована практически вся палитра работников культуры Брестской области. И сегодня по итогам данного мероприятия прошло награждение 26 человек. В основном это режиссерская постановочная группа, которая была, которая командовала, которая рулила всем этим вопросом, которая продвигала те идеи, но и тот результат, который мы получили на выходе, конечно, он был удостоен самых высочайших похвалов. К своей культурной миссии берестейские артисты готовились скрупулезно и основательно, ведь хореографам и постановщикам нужно было объединить в единую историю почти два десятка номеров на самом трепетном и красивом языке – языке искусства. Порядка 1200 артистов, как сольных исполнителей, так и более 50 коллективов вокального и инструментального хореографического жанров рассказали зрителям и слушателям о традициях, самобытности, культурном наследии и богатстве Первого региона. Возьмем программы стала премьера композиции «Первый регион», написанная композитором Евгением Олейником на слова Юлии Быковой для воспитанницы школы звезд «Ауры» молодой певицы Екатерины Лобковской. Песня посвящена 85-летию образования Брестской области. Конечно, такие концерты готовятся заранее, бесспорно. Ну, где-то, будем говорить, около полугода готовили этот проект. Ну, а финальная, как говорится, стадия, фаза уже наступила где-то за два месяца, которая активно шла работа, подбор коллектива, произведений, запись фонограмм. Очень-очень большая работа. Видеоконтент сложно передать. Это такой механизм автомобиля, который требуется все быстрое, чтобы он двигался. Мы смотрели все концерты, которые были в всех областей. Если не я смотрел, то смотрели коллеги наши и так далее. Ну, и мы, как говорится, может быть, завышена самооценка, но я считаю, что мы не хуже выглядим на уровне всех областей. Может быть, даже и в первых рядах. Может быть, да. Ну, так, так, якобы, так говорят именно эксперты, те, кто видел, кто оценивает. Ну, такое мнение есть. Поэтому это очень приятно. Может быть, это хвастовство какое-то, но вы знаете как, когда сделаешь работу и от нее получают удовлетворение люди, вот тогда и сам получаешь удовлетворение, что ты правильно по правильному пути шел. Заслуженные награды за огромный труд длиною в более чем полгода артистам вручил председатель Брестского облсполкома Юрий Шулейко. Мне очень приятно, что вы очень хорошо постарались для первого региона, проявив все таланты. Может быть, не все мы их нашли, да, но то, что было наверху, мы их подняли. Наши артисты вместе с вами с режиссуя, с постановкой, мы сделали очень хороший результат ответственнейшего мероприятия Брестской области. Я рад за вас, я рад за свою команду. У нас очень много впереди мероприятий. Все будет много лежать на ваших плечах, но, как бы сказать, от лучшего, хотя только от лучшего. Впереди у талантливых берестейцев только новые вершины, концерты и даты. День независимости, День города, День народного единства и, конечно, 85-летие Брестской области. Василина Уцкевич, Дмитрий Фенюк, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.